Фильтруй базар и эти падлы нам не братья. Простите, ради бога, это не моя лексика и даже не какого-нибудь криминального авторитета. Это лексика некоторых наших патриотов, точнее, патриоток. Добрый вечер. Это программа «Я так думаю» на телеканале «Алекс». Владимир Зеленский посетил Донбасс, район Золотого, где имел непростой разговор, причем не столько с воинами-защитниками Отечества, сколько с представителями нацкорпуса. Президент настаивал на разведении войск, а ребятам из нацкорпуса предложил сдать оружие. Страна выходит на опасную финишную прямую, когда скопление оружия в руках не кадровых военных, а посторонних людей, называющих себя патриотами, доходит до опасной черты. На кого будет направлено это оружие в ближайшем будущем? Представитель нацкорпуса с наглой улыбкой показывал президенту пустые руки и отвечал «Нет у нас никакого оружия». Возник неприятный инцидент, когда Зеленский резко ответил глумливому собеседнику, перейдя на «ты». Но речь-то шла о крайне серьезных вещах, когда шутки неуместны. Речь шла о страхе, в котором живут жители Донбасса. И этот страх, увы, связан именно с вооруженными членами правого сектора и нацкорпуса. И жители Донбасса ждут разведения войск как единственной возможности вернуться к нормальной жизни. Пять лет назад многие люди на волне патриотизма получили в руки оружие. Некоторые их подразделения попали под командование регулярной армии, но огромное число осталось в статусе добробатов. Они остались с оружием в руках и с твердым убеждением, что главнокомандующий им не указ, и они могут делать все, что считают нужным. Лишь бы все это объяснялось их патриотизмом. Всеми этими патриотами мы обязаны экс-президенту Порошенко и ныне здравствующему министру внутренних дел Авакову, которые, похоже, уже не в состоянии контролировать крещенных ими ребят. А господин Порошенко, по некоторым данным, финансирует их в своих личных целях. Личные цели его, как всегда, не отличаются благородством. Не дай бог Зеленскому удастся урегулировать ситуацию на востоке страны. И лавры отличного президента тогда достанутся не ему, Петру Порошенко. А еще в начале осени некоторые слуги народа попались на СМС-переписки во время заседания Верховной Рады. И в ней речь шла о готовящемся путче Порошенко. Владимир Зеленский тогда предложил своим партийным соратникам заниматься тем, чем они обещали избирателям – законотворчеством, а не пустой болтовней. А если это не болтовня, тем более не пустая. Ведь один из членов нацкорпуса, Денис Янтар, подтвердил наличие у них оружия. Вот вам и повод для размышления, куда может быть направлено это оружие. Крепкий мужской разговор президента с ребятами из национального корпуса не понравился двум дамам. Одна из которых оказалась членом фракции «Европейская солидарность». Другая – обычным волонтером. С необычной для женщины базарной лексикой. Обе патриотки выложили в сети угрозы в адрес президента, которые по закону могут стоить им пятилетнего тюремного заключения. Ирина Герасченко, недавно возмутившаяся непристойной шуткой 95-го квартала в адрес беглой Гонтаревой, не возмутилась непристойным поведением своей коллеги Софии Федыны, тем более базарной лексикой Маруси Зверобой. А вот вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук справедливо заметил, у партии «Европейская солидарность» нет европейских ценностей, кроме названия. Нисколько не оправдываю язык президента в разговоре с боевыми ребятами из нацкорпуса, так возмутивших двух патриоток. Но Зеленский им не угрожал, а лишь призывал сдать по закону оружие. На одном из украинских телеканалов, на котором госпожа Зверобой оттачивала свою грубую лексику, она заявила, что Зеленский ей не президент и не указ, и она сама будет решать, как ей нужно разговаривать. Хотелось бы ей напомнить, что Зеленский – это президент украинского народа, который проголосовал за него с 74% голосов. Но ее базарная лексика, уместная в других местах, лишь демонстрирует уровень, точнее, отсутствие у нее культуры. Правда, госпожа Зверобой признала, что у нее и многих воинов, которых она якобы защищает, Нервы не к черту. И с этим нельзя не согласиться. Речь идет о так называемом посттравматическом синдроме, описанном американскими психологами и врачами на примере ветеранов Вьетнамской войны. Позже с этим синдромом столкнулись ветераны Советско-Афганской войны. Суть этого синдрома заключается в том, что люди, прошедшие войну, долго или никогда не могут приспособиться к мирной жизни. У них обостренное чувство справедливости, которое, однако, часто приводит их к прямо противоположному поведению. Давайте вспомним культовый фильм режиссера Алексея Балабанова «Брат». Многие неправильно поняли этот фильм, увидев в нем обычный боевик. А фильм о том самом синдроме – афганском, вьетнамском, чеченском, неважно, как его называть. Важна судьба ребят, прошедших войну и обнаруживших, что они ничего не умеют делать, кроме как воевать. Многие бойцы сегодня подсознательно боятся прекращения войны, прикрывая свой страх патриотизмом, так как боятся остаться не у дел после окончания войны. Ведь война, по сути, стала их работой и способом выживания их семей. Но это не лучший способ выживания, и их семьи нуждаются в другом. Так зачем продолжать расшатывать их нервы, о чем честно сказала госпожа Зверобой? Не лучше ли обеспечить им хорошую психологическую реабилитацию и предоставить нормальные условия для жизни? Тогда, возможно, и лексика их защитниц станет чуть-чуть пристойнее. Впрочем, это все-таки в большей мере проблема воспитания. Я так думаю. С вами была Татьяна Николаева. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин